День добрый, дорогие друзья! В эфире программа «Семейный доктор» в студии Анатолий Алексеев. Я приветствую вас, ну и мы с вами будем продолжать разговор о нашем здоровье. Начиная сегодняшнюю передачу, прошу обратить внимание вот на что. С вашего разрешения, ваш покорный слуга, я, во длиннопасхальные дни уеду по библейским святым местам. Поэтому меня двух, ну приблизительно на две программы меня в Москве не будет. Именно поэтому я предварительно запишу передачу, с тем, чтобы перерыва у нас не было в общении с вами. И я попрошу сегодня вот о какой, о какой помощи вас. Вот сегодня пройдет передача наша, она закончится, а через 5-10 минут я начну записывать следующую передачу. Вот в это время я возьму обязательно один или два звонка, с тем, чтобы мы с вами записали передачу точно так же по конкретным каким-то вещам. Поэтому имейте это в виду. По окончанию передачи, ну в течение там 10-15 минут у вас будет возможность позвонить сюда. Ну и тогда, так сказать, я смогу ответить на те вопросы, которые в это время будут заданы. Ну а сейчас, пожалуйста, будьте добры. Звонок. Здравствуйте, Анатолий Ефимович. День добрый. А я по поводу дочери звоню. Да, слушаю вас. Вот когда ребенка 3 года было, признали геморрагический воскулит. Так. Лечились, лечились. Часто и обострение было, ежемесячно. Так. Ну вот когда посмотрела случайно вашу программу, я просто волнуюсь в учении. Вы успокойтесь, пожалуйста. Помогать организму. Как вас зовут? Меня зовут Татьяна. А отчество? Сергеевна. Татьяна Сергеевна. Да. А вы можете чуть погромче говорить? Я и так громко говорю. Извините, пожалуйста. Ага, громко говорю. Ну вот так вот хорошо. Да, я слышу вас. Ага. Вот мы... Значит, у вашей дочки поставили в 3 года геморрагический воскулит. Очень частые обострения ежемесячные были. Постоянное обострение. А потом я посмотрела вашу программу, я по вашей программе стала помогать организму. И мы... У нас это все прошло. И 4 года мы живем сейчас без обострения. Но это чудо. Ага. Ну вот сейчас у меня стало беспокоить живот. И нам теперь мы сделали УЗИ. И нам поставили как бы диагноз признаки гепатомегалии. Так. Перегибы желчного пузыря. Реактивные изменения поджелудочной железы. Какие изменения поджелудочной железы? Реактивные написано. Может, я неправильно читаю. Гипоактивные. А? Вот слово определение. Какие изменения? Реактивные. А реактивные, понятно. Поджелудочной железы. Понятно, понятно. Реактивные изменения поджелудочной железы. Ага. Вот я хотела спросить. Солянку холмовую. И печенка увеличена у нее. Болит. Солянку вот холмовую. Можно ей траву? Вот какую программу можно мне сейчас ей помочь? Вот я прошу прощения, сколько ей лет? 12 лет сейчас. А, уже 12 лет. 7 лет обострения не было. Вот сейчас вот такой диагноз поставил УЗИ. Ну, успокойтесь. Во-первых, успокойтесь. Во-первых, успокойтесь. Во-вторых, конечно, со солянку холмовую можно и даже кору ивы можно. Значит, и солянку холмовую по взрослой уже дозе. Ага. Потому что обычно там взрослую дозу дают уже с 13 лет. С 13. Ага. Вот. В некоторых случаях с 7 лет. А девочки у вас уже с 7 лет 12 лет, так что вы можете давать ей полную дозу. То есть два стаканчика в день, да, на 100 чая из солянки холмовой. Пожалуйста, давайте. Советую вам соляночку холмовую принимать отдельно от еды вообще. Угу. То есть, ну, мы привыкли, что там, скажем, экстракт солянки холмовую мы принимаем всегда перед едой за 15-20 минут. А вот эта ситуация, которая сложилась у вас, пожалуйста, солянку холмовую через час после еды. Угу. Через час после еды. И её можно подсластить. Советую подсластить эту самую стевию. Стевию. Да, стевию. И пусть она вот выпивает вот этот вот стаканчик чая медленно, не торопясь. Угу. Это очень важно. Да, каждый день два раза. Вот где-то между завтраком и обедом. И между где-то обедом и ужином. Вот в это время. Через час-полтора после еды. Как сарбин. Угу. Понятно? Понятно. Это можно. И кору ивы по одной трети стакана, вот настойчик делаете, да, как там написано на упаковочке, делаете настой, и по одной трети стакана перед едой настолько, насколько возможно. Она ведь учится. Учится. Ну, значит, утречком, когда перед тем, как идёт в школу. После школы когда возвращается? В два. В два. Замечательно. Вот она пришла, и сразу первое, что надо сделать, дать ей вот одну выпить, одну треть стакана коры ивы. А уже потом кушать и прочее. Понятно? Понятно. И третий раз вечерком, ну, перед ужином, так бы, вот во сколько вы ужинаете? Ужинаем в шесть часов. В шесть часов. Вот где-то за двадцать минут до ужина снова одну треть коры ивы, настойка коры ивы. Понятно? Понятно. Значит, вы знаете, какая вещь? Значит, единственное, солянка холмовая до месяца, до одного месяца, значит, а кору ивы, ну, посмотрите, пожалуйста, две недели вот в таком режиме, как я сказал, а через две недели, пожалуйста, сократите прием до двух раз. Понятно? Понятно. Значит, тогда, когда будете сокращать, второй раз оставьте между, вот как только она возвращается из школы, вот здесь одну треть стаканчика опять же, да, и вечером уже перед ужином второй раз. И еще две недели. А вот через, во вторые, после вторых двух недель на один раз. И здесь нужно всегда перед завтраком, за пятнадцать-двадцать минут до завтрака давать, ну, где-то вот одну треть, наверное, да, одну треть стакана вот этого настоя. Понятно? Понятно. Вот так. И скажите, пожалуйста, а как вот с кишечником у нее дела? С кишечником тут ничего, тут патология у нее не написана. Нормально она ходит в туалет. Нормально. Она-то еще любит очень ванну делать еще, вот, и потом это, ладно. Какие ванны? Она соленая, вот, морской солью. Очень хорошо. Продолжайте, пожалуйста, обязательно продолжайте, ладно? Ладно. Так, теперь на коже никаких вот этих пятен? Нет, вот семь лет никаких отурашиваний, вот такие, как пуговицы вот эти были. Да, я понимаю, бабочка, бабочка вот здесь красная. Да, да, да. Сейчас бабочки нет здесь? Нет, семь лет нет, обострения нет, вот. Ну, слава богу, слава богу. Знаете что, вы обязательно показали бы ее иммунологу, проконсультировались вы иммунолога по ее состоянию, ладно? Хорошо. И знаете, почему я об этом прошу? Потому что геморрагический воскулит – это, ну, достаточно тяжелый, вам объясняли, наверное, тяжелые заболевания. Да, да, да. Вот, это аутоиммунитет, и поэтому очень важно, чтобы она наблюдалась у специалиста. Хорошо? Хорошо. Там он на фразных вещей никаких делать не будет, это не принято просто в этом направлении медицинском. Но наблюдать надо с тем, чтобы предотвратить возможное осложнение, понятно? Понятно. Очень важно, чтобы вот до, по крайней мере, вот ее в таком режиме, в таком состоянии выдержать лет до 16, понимаете, 17. И тогда есть надежда, что у нее вообще этот процесс остановится. Ага. Понятно? Понятно. А питание? Пожалуйста, пусть она кушает все, что хочет. Все, что хочет. Да, единственное, значит, ни в коем случае никогда не переедать. Угу. Не переедать. Кушать лучше ей, вот с учетом состояния печени и желчного пузыря, кушать нужно ей, ну, раза 4-5 в день, но понемногу. Угу. И лучше одно блюдо за одно еду. Ясно. Понимаете? Ага. И при этом, пожалуйста, вот этих вот разговоров по поводу того, чтобы вот ограничить мясо, там, рыбу, не надо ограничивать. Да. Пусть она, пожалуйста, и ест, но надо помнить, что в день она должна съедать максимум 100 грамм мяса или рыбы, овощи в обязательном порядке. Угу. И очень важно вот эту вот жизненькую на молоке с маслицем овсяную кашку. Хорошо. Овсяную кашку, в которую надо обязательно добавлять льняное семя размолотое. Угу. Понятно? Да, утром даю вот эту квашню даю. Очень хорошо. Хорошо. Она ест как? Морщится? Нет. Нет. Удивительно. Хорошо. Нет. Ага. Да, и не забывайте про рыбий жир. Рыбий жир. Детскому организму это очень важно, потому что мы, люди, родившиеся во время войны и в последние дни войны, живем, на мой взгляд, за счет того, что наши родители не жалели силы. И, как называется, кормили нас по елюку, возможно, рыбьим жиром. Угу. Хорошо. Пожалуйста. Ага. Что еще, Татьяна Сергеевна? Ну, все, а тогда... А вот это поджелудочные железы, вот этот, это что у нее, сахар был, как начинается сахар, не сахарная болезнь, наверное, начинается. У нее сахар какой? А? Сахар какой? Сахар у нее 4,8. Понятно. Значит, вот тогда, когда вы даете, как мы договорились с вами, солянку холмовую и добавляете туда стевию, да? Так? Да. Вот это уже будет, как бы, профилактика возможного нарушения, да, углеводного обмена. Ага. Хорошо. Понятно сахара. Так что вы, пожалуйста, вот это имейте в виду. Угу. Да, и можно купить не обязательно траву. Хотя вот в ее ситуации я бы, безусловно, использовал, безусловно, траву, потому что... Или сироп. Потому что вот продается еще такой сахарозаменитель стевиазид. Угу. Это вытяжка из травы стевия. Угу. Но он все-таки лишен балластного окружения, вот, гликозиды, которые есть в этой траве. И поэтому, конечно, для ребенка лучше, если это будет либо трава, либо сироп. Угу. Угу. А ей водичку надо пить. Обязательно. Ну что вы, я об этом даже не говорю. Да. А на литр водички пьет. Это немного ей? Это правильно. Ага. Это правильно. Почки нормально работают? Почки написано УЗИ, без патологии написано тут. Очень хорошо, очень хорошо. Угу. Очень хорошо. Очень хорошо. Вы молодец, вы просто совершаете подвиг. Ага. Это вот то, что вы совершили, вы совершили, это чудо. Ага. Вот мы очень рады, что ваша программа помогла мне, вот, геморрагического воскулита. Постоянно лежали в планете ежемесячно. А вот после этого, вот мы под сорбенты били, калострум, полиэтитем в ванну делали. У нас она прошла, за год, у нас 7 лет мы живем без этого сейчас. Ну, слава богу. Слава богу. Спасибо вам большое за советы. Всего доброго. Всего доброго. Всего доброго. До свидания. Алло, слушаю, пожалуйста. Другой вопрос есть? Алло. Понимаете. Алло. Да-да, я слушаю вас. Анатолий Ефимович, добрый день. Добрый день. Меня зовут Татьяна Вениаминовна. Да, Татьяна Вениаминовна. Я звоню вот по какому вопросу. Значит, у меня сразу немножко о себе. Летом 2002 года была операция миома. Да. В марте 2010 года эндопротезирование у меня было. Что вы, что вы, что вы, секунду, секунду, Татьяна Вениаминовна. Беспокоят проблемы. Татьяна Вениаминовна, простите, вы меня слышите? Да-да-да. Татьяна Вениаминовна, успокойтесь, пожалуйста, и скажите, эндопротезирование чего? А, тазобедренного сустава. Тазобедренного сустава. Понятно. Вот теперь, пожалуйста, рассказывайте дальше. Да, вот на сегодня что у меня? У меня на сегодня, значит, проблемы со спиной, поясница, нижняя часть, всегда почти в напряжении. Я ее всегда ощущаю, она меня всегда беспокоит. Вот, кроме того, у меня, значит, шейный отдел всегда тоже чувствуется. Шея, когда я ее поворачиваю, она у меня всегда хрустит, скрипит. Вот, и, значит, голова, головокружение часто бывает. Слабость такая. Ну, я когда утром встаю, меня даже иногда, так скажем, забрасывает. Я иду сразу мерить давление, оно у меня где-то верхнее 90. Да. Вот, я понимаю, что у меня пониженное давление, я так немножко посижу, чтобы меня не заносило. Вот, потом вроде бы нормально расходилось. Да. И еще у меня, значит, головных болей как таковых нет, но у меня не внутренние головные боли, а внешние. У меня снаружи голову иногда бывает, что раза два, три, четыре в году такие вот... Вы меня сейчас видите, вы меня сейчас видите? Я вот сейчас, да, вижу. Простите, ради бога, вот боли появляются, когда вы вот так вот проводите, да? Когда я вообще даже волосы трогаю. Вот просто вот... Как будто вот меня палкой по голове побили, да. И возникает вот такое вот под кожей чувство, да, на коже чувство боли. Да, 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 на коже. Иногда справа, иногда слева, иногда сверху, в разных местах. Понятно. Вот. И еще время от времени у меня начали беспокоить в основном правый локтевой сустав. То проходит боль. Силу он у меня теряет. Я иногда даже чашку поднять не могу. Вот так вот он меня беспокоит. Конечно, я была у врачей, я была у хирурга. Мне в локтевой сустав сказали, я его перетрудила. Сделали сразу с пылу жару укол, я тут согласилась. Но мне ничего не помогло. Но я потом поняла, что это все у меня и позвоночник, и шея, и голова, и сустав, так сказать. Скажем, локтевой. Все, звенья одной цепи, все связано с суставами. Проблема этой. Вот вы мне скажете... Я сразу скажу, что в прошлом году я принимала, начала принимать солянку холмовую. Пропила кору ивы. И прошла три курса по семь дней сорбентов. Это было в конце прошлого года, октябрь-ноябрь. В этом году в январе я приехала, значит, в Египет ездила, приехала в конце января, начала принимать также солянку приняла почти месяц, почти месяц кору, и начала принимать сорбенты. Значит, семь дней вот попринимала. Восьмой день я принимала магнезию. Раз в день прошло, значит, очищение магнезии. Потом у меня был семь дней перерыв. В перерыве я принимала лопух, принимала, значит, добавляла туда рапу. Так. Принимала соляные ванны через день. Так. Вот, и теперь у меня идёт вторая неделя приёма сорбентов. Так. Вот. Я в прошлом году принимала активированный уголь, но, так скажем, я его неправильно определила, потому что у меня проблемы были с кишечником. Да. А в этот раз принимаю смекту. Я каждый раз помогаю себе микроклизмами, потому что не получается... Ну, понятно, 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 понятно. Вот. Скоро у меня опять наступает вот воскресенье, значит, я планирую магнезию. Это у меня будет седьмой день шесть дней смекта и седьмой день магнезия. Понятно. Потом опять перерывчик. И я хотела бы, чтобы вы мне помогли дальше сориентироваться, что мне... Это я понимаю. Это вот то, что вы от меня хотите, это я понимаю. Но только давайте мы вначале выполним то, что я хочу от вас, ладно? Хорошо, слушаю. Будьте добры, пожалуйста. Вот вы начали принимать травы, солян, холм, кору, ивы, видимо, все. Да, ванны солевые очень грамотны, на мой взгляд. Скажите, пожалуйста, что-нибудь изменилось в вашем состоянии? Изменилось. Я вот почувствовала, я вдруг обнаружила, что у меня в правом подреберье прекратились боли. Да. Они у меня постоянно тянущие такие в правом подреберье были, а вдруг обнаружила, что вообще они у меня ушли. Так, замечательно. Так, еще что? Пока ничего. Понятно. А вот эти боли, которые на коже? А, сейчас у меня не болит, потому что они у меня периодически. Сейчас у меня локоть правый тоже прошел куда-то. Не болит. Все куда-то делся. Локоть получше стал, все куда-то стал одеваться. Скажите мне, пожалуйста, теперь, вот когда последний раз вот эти вот рефлекторные боли на голове были? Ну, последний раз как раз были, я вот вам звоню уже с 16 марта. Да. Пытаюсь дозвониться. Да. И бесполезное дело. Вот они у меня как раз с 16 марта, вот я их еще ощущала в то время, когда пыталась дозвониться. Понятно. Сейчас их нет. Понятно. Ну, дело все очень хорошо. К сожалению, великому эндопротезированию это вы сделали, но организм-то на место не поставили. Потому что немножко мы, прежде чем соглашаться вот на такого рода передачи, то есть не передачи, но такого рода операции, надо все-таки себя привести в порядок. Понимаете? Потому что эндопротез вам поставили, а ведь процесс-то он как был, так и есть. Ну, да, я понимаю. Понимаете? А в результате вот эти вот проявления этого процесса, изменения суставов, распространения воспалительных процессов, воспалительных реакций по суставам и по соединительной ткани, оно осталось, оно никуда не делалось. Понимаете? Самое главное, что усилились процессы, воспалительные процессы по сосудам. Вот в чем вся штука-то, понимаете? Вот прежде чем делать такие операции, надо себя привести в порядок. Давайте теперь мы поступим с вами вот каким образом. Я вам сейчас задам еще один-два вопроса, ладно, Татьяна Вениаминовна, а потом у нас будет с вами небольшой перерыв, хорошо? Хорошо. Ну, в силу того, что телефон бесплатный, вы спокойно можете... Ну, да-да, я подожду. ...побыть, подождать. Да, и потом мы с вами разберем всю вашу ситуацию, с чего и как. Скажите мне, пожалуйста, УЗИ почек вы делали? УЗИ почек я не делала, ни почек, ни печени, как-то я их не ощущаю. Да как-то не ощущайся, вы говорите, что у вас правая подреберья все время болела. Да. А так что же вы не сделали УЗИ-то? Ну, вот не сделала. Извините, пожалуйста, это надо сделать. Это просто надо сделать. Татьяна Вениаминовна, я это говорю не для себя, как вы понимаете, да? Да, я понимаю, понимаю. Потому что проблема может быть очень серьёзная. Там может быть и камень, это может быть гепатоз, это может быть вирусный или, так сказать, обменный гепатит. Понимаете, надо посмотреть, что происходит с печенью. Надо обязательно, и с поджелудочной одновременно, вот это важно. И вам надо обязательно посмотреть, в каком состоянии почки. Потому что вот эти вот боли, которые возникают на коже головы, да, тогда, когда вы затрагиваетесь, они могут быть связаны с воспалением подкожной клетчатки, связанной с недостаточностью кровотока. А у нас с вами кровоток всегда разный. Правосторонний, левосторонний кровоток, они немножко друг от друга отличаются. Хотя мы вроде как симметричные, всё должно быть одинаково, но они всё-таки немножко отличаются. И у меня ощущение, что у вас правая часть вашего организма, да, вашего тела, вот там есть какие-то проблемы, связанные с кровотоком, с движением крови. Почему я так считаю? Потому что тогда, когда вы начали принимать солянку холмовую и кору ивы, у вас ситуация изменилась к лучшему. Да. Понимаете, вот в чём вся штука. А это значит, проблема в кровотоке, в гемодинамике, в сосудах правой части вашего тела. Вот здесь вот нам надо и с вами вот эту вот проблему потихонечку решать. Давление у вас какое? Ну, у меня давление 120 на 80, это максимальное, так скажем. Слава богу. Вы гипотоник или гипертоник? Я гипотоник. Гипотоник. Значит, 110 нормальное? Ну да. Понятно. А вот нижние цифры не помните? 80, 90, 70 сколько? Нет, 90, 80 не бывает, 70, бывает 60, бывает 59. Всё, я всё понял. У нас сейчас с вами перерыв, и после короткого перерыва мы с вами обсудим. Хорошо. Что нам с вами делать? Хорошо.